Группный план Это сказал Сергей Зыков Руководитель кировского филиала Компании Эко Нива Техника Сергей Геннадьевич сегодня у нас в студии Добрый день Добрый день Ничего не приврал Процитировал вас точно Это точно И больше скажу Что наш в принципе Девиз изначально с 2005 года Когда мы начали работать в Кировской области Компания Эко Нива Первоначально была это Эко Нива Вятка Затем это филиал Кировский филиал Эко Нива Техники Наш в принципе девиз был Это самое главное Чтобы наша работа нравилась крестьянам Вот это было первое с чего мы начинали А дальше уже все От развития технологий И естественно совместная Наша работа С сельхозтоваропроизводителями Ведет к развитию в целом региона Я считаю То есть вот этот девиз Он 15 уже с лишним лет Он остается неизменным Он скажет 16 17 год 18 января 2005 года Мы организовались Вот раз уж у нас сегодня такая первая встреча То хотелось бы начать с характеристики компании Чтобы познакомить людей Которые впервые слышат Вообще название Эко Нива Техника Визитная карточка Эко Нива Техника Это на сегодняшний день Холдинг Объединяющий несколько регионов Достаточно крупных Это Сибирь В центре Новосибирска Это Черноземье В Воронеж И в Калужской области Центр Это Эко Нива Техника Филиалом Является Кировский филиал И первоначально Как я уже сказал Это была Эко Нива Вятка Организованная Совместно с Эко Нива Техникой По моей инициативе Поддержанной В то время Геннадием Непомнящим Который был главным продавцом Главным менеджером По Эко Нива Технике И генеральным директором Нашим Штефан Дюр Они поддержали Организовали здесь Предприятие И сейчас Вот мы уже 16 лет 17 год Активно Работаем Развиваемся В 2005 год Надо сказать Было достаточно любопытное Время в сельском хозяйстве Когда многие Сельхозпредприятия Как это сейчас принято Говорить Становились на новые Коммерческие рельсы Да Я не ошибаюсь Ведь так было Когда шло техническое Перевооружение В том числе И вот вопрос На чем будут крестьяне Обрабатывать Территорию Он был одним из основных И вот вы как раз Попали в эту струю Да Это было действительно так Мы начинали Интересный процесс Это процесс Постановления Новых технологий Именно вот в это время Руководители Специалисты Хозяйства Они искали В чем можно добавить И как можно добавить Именно результаты Урожая Там в растеневодстве Да Вот И Вот эти вот новые технологии Которые мы От компании Ведерштат То есть уже Могу сказать Что Компания Шведская Компания Ведерштат Она Поставляла В то время Только начинала Поставлять в Россию Сиелки Культиваторы Безотвальную технологию И наши Кировские Крестьяне Значит они Это активно Очень приняли Потому что Уже Самый первый Покупатель Был Это Прямо Завод Октябрьский Расляков Николай Николаевич Да Он Пришел К нам Мы сидели Еще В небольшом офисе Сергеем Масановым И просто Зашел Ребята Вы говорите Есть технику Продаете Да А покажите Я хочу Вот Понять Что Вы сейчас Предлагаете Вот Ну У нас В принципе Это было только Начало Там Мы Несколько Опешили Мы его знали Там Большое хозяйство Все И вот с этого Пошло Как бы Новые техники И буквально Результат Там Два Три года И результат Уже Так Скажем Был Так Положительный В плане Увеличения Урожайности Принедренных Технологий Поэтому Нас Очень Вдохновило То Что В нас Поверили Достаточно Крупное Хозяйство С кем Мы Начали Работать Это Вот И Племзавод Октябрьский Куменская Районная И Пригородная Совместно С Ужунским Спиртоводочным Заводом Да Значит Они Тоже Одни из первых Кто Купили Там Которые Мы Предлагали Это И Предлагаем Сейчас Это В первую Очередь Компания Джандир Это Трактора Комбайны Зерноуборочная Кормоуборочная Почвеобрабатывающая Техника Селки Техника Для Кормозаготовки Затем Как я говорил Фирма Федерштат Это Посевные Комплексы Культиваторы Затем Компания Джи Си Би Наверняка Многие знают Это Техника Погрузчики Маленькие Небольшие С бортовым Поворотом Которые Работают И на улицах Нашего города Вот сейчас В данном случае Снег убирают В большом объеме Это И телескопические Погрузчики Значит Они Очень активно Работают Животноводство Сейчас И большие Фронтальные Погрузчики С грузоподъемностью Там От 5 тонн Тоже Они Очень Как бы Сначала тяжело Внедрялись Потому что Там и стоимость Вроде бы Там и Погрузчик Достаточно Такой Не всегда функциональных Считали Для начала А сейчас Это Вообще Просто Практически В каждом Хозяйстве Эти Большие Погрузчики Есть И Незаменимые А вот Готовясь До передачи Я хочу Сергей Геннадьевич Спросить Почему Именно Этой Техникой Именно Этим Брендом Было Отдано Предпочтение Мы Живем Как известно В зоне Рискованного Земледелия И наша Земля Авиатская Она Суровая По части Техники Не всегда Техника Выдерживает Вот именно Эти марки Они В первую очередь Соответствовали Нашим запросам Смотрите Во-первых Почему Именно Вот Эти марки Во-первых Техника Джандир Это На сегодняшний день Уже За То время Как мы Работаем Здесь В Кировской области И Вообще Компания Канива Уже Больше 25 лет Работает На рынке России Да В России Вот И Именно Техника Она зарекоменовала Как себя Надежные Машины А Техника Федерштад Это Шведская Компания Которая В принципе Она Какими-то Климатическими Условиями Она Несколько Подходит Под Наши Зоны То есть Даже Если Взять Технологически Как Сейлка Составлена Предположим Да Там Рабочие Органы Ширина Междуряд И Прочее Она Идеально Подходит Под Технологии Которые Были Еще С Советских Времен Применялись Когда Ну В принципе Как сказать Все хорошее Это забытое старое Как бы Да Вот Технологии Безотвальная Обработка Там Посев С прикатыванием И прочее Это все было В Советском Союзе То к чему Привыкли Аграрии Это было Все в Советском Союзе Но все равно Мы шли Там На спашку Наоборот Пластан Ну Такие вот Моменты Которые Ну Они были А вот Сейчас Пошли на технологию Энергосберегающую Мы понимаем Что правильно Технологии Вот это Как бы Все Многие говорят Энергосберегающую Лишь бы не оплатить Посеял Убрал Забыл Но Чтобы правильно Работать Нужен именно И правильный подход И почему Сейчас получается Так Что мы Получаем Урожай На уровне Уже скоро Средней полосы Так скажем Да Уже Есть хозяйство Вот опять же Коснусь Племзавод Октябрьский 50 сантиметров С гектара Это в принципе Это показатель Если я всегда говорю Что раньше 25 сантиметров С гектара Почти Героя соцтруда Давали Да Сейчас 50 сантиметров И в среднем Хозяйство Кто применяет Именно Технологии Которые Сейчас уже Независимы От погоды Вот вы сказали Да В сложных Климатических Слоях Мы сейчас Идем к тому Что Семена Сельхозкультуры Техника Эти технологии Они привели К тому Что Мы Независимы От практически В большинстве Случаев Независимы От погоды Человек Наконец-то И победил Да Больше того Буквально На прошлой неделе Я был В Яцкополянском районе В Малмышевском районе Они уже Сейчас Планируют Выращивать В полном объеме Зерно кукурузы То есть Кукуруза на зерно То есть Мы все думали А кукуруза Там Северный район Не на комбикорм Нет Именно на зерно Да На зерно Чтобы потом Из него делать Там Какую-то муку Ну или этим же Животным Там Дробить И кормить живот Понимаете Не просто силос Там Из кукурузы А именно на зерно Потому что Вот они Технологии Подходят К тому что Какие услуги Какой спектр услуг Компания Канива Техника Предоставляет Сейчас своим партнерам Да Сегодня мы уже Имеем Спустя Да Всего 16 лет Прошло Да И вот мы сейчас Уже более 5 лет Работаем В современном Сервисном центре Который находится На объездной дороге Киров-Навязг Южный обход Так называют Да Значит 13-й километр Имеется Сервисная мастерская Более 900 Квадратных метров Где на сегодняшний день Значит 8 рабочих постов А на самом деле Ну то есть Где может зайти Трактор или комбайн Ремонтироваться На самом деле Сегодня И опять же Почему Потому что нам Поверили С нами Работают Прямо из дальних районов Привозят к нам технику Ремонтирован мастерской Это Экономия средств Огромная Опять же У сельхоз Ставропроизводителей Потому что На месте Это проще Отремонтировать Без выезда Без всего Склад запасных частей То же самое Практически Так же 900 квадратных метров Запас Весной Обычно Перед посевной Это в апреле месяце В районе Там 80-85 миллионов Оборотных На сегодняшний день Вот сейчас зимой Где-то в районе 70 миллионов Это Склад В рублях Если взять Запасные частей Да На складе хранится Это в обороте Я правильно понял Вы в деньгах сказали А я хочу В единицах В единицах Весной Он самый обширный Мы сейчас уже готовимся Завозим Самое главное Что сейчас у нас Ремонты Начинаются Не как Вот раньше Это было Там Март-апрель Когда начинает Вытаивать И начинаем Мы готовиться К весне Сейчас у нас Ремонты Начинаются В принципе По окончанию Сельхозработ То есть Завершили посевную В августе Месяце То есть А зимой посель Все Селки Какие-то еще Машины Начали ремонтировать В сентябре В октябре Уже завозим Трактора Уже Предприятие Сельхозпредприятие Заказывает Запасные части Это опять же Экономия средств То есть Осенние Длинные заказы Которые мы привозим Там Февраль-март Они намного дешевле Получается Чем заказать Например Тут же Феврале Сейчас Или Не дай бог Марте Просто иногда И там Не успеть Даже Вот Поэтому Поговорку Готовься А не летом Зимой Надо соблюдать Строго Это на сегодняшний день Все уже поняли И вот уже Последние Пять лет Как мы в сервисном центре Ремонт Полная мастерская Ремонт полным ходом И вот У нас на сегодняшний день 14 инженеров Сервисных Так скажем Полевых Которые на выезде Плюс В офисе Который находится Значит Руководитель Сервисной службы Главный у нас Консультант Специалист Сергей Масунов С которым мы начинали В далеком 2005 году Практически вместе Вот В отделе Запасных частей Тоже То есть На сегодняшний день Офис у нас 37 человек Из них Большая часть Это инженеры Склад запасных частей Менеджеры Про продажу техники Сергей Геннадьевич Какие коррективы 2020-й внес Год В вашу работу В ваше взаимодействие С сельхозпроизводителями Все мы знаем Ну кроме того Что да Инфекция у нас Распространялась Ну и Национальная наша валюта Тоже Просела Ослабла Цены выросли Цены сильно выросли На импортную технику Да Вот Самое главное Что 2020-й год Как в плане Объемов Реализации Там объема продаж техники Сервисных услуг Запасных частей Он как бы в плане То что мы планировали Это Все мы исполнили То есть стабильный год Единственное Что действительно Вот эти скачки валют Они очень существенно Влияют На Сельхозпредприятия Именно сельхозпроизводители Потому что В результате Все равно Конечную стоимость Оплачивает Тот Кто приобрет От покупателя А затем Это все перекладывается Обратно На нас Покупатели Сельхозпродукции Молоко Мясо Естественно Дорожат Единственное Что у производителя Вот этого Сырой продукции Мясо Молока Затраты растут Естественно Предприятие Переработчики Не имеют возможности Уже Там Повышать стоимость Так И поэтому Паритет цен Получается Что Сельхозпредприятие Остается Как бы Так что Себестоимость Продукции растет А продажная стоимость Не сильно увеличивается Сейчас Новое Наверное Слышали Да Что Утилизационный Сбор Вводят Опять же Будет влиять И на нас С вами И в первую очередь На тех Кто приобретает Технику Ну вот говорят Что как раз Техника Зарубежных Брендов В первую очередь Это и коснется Да Ну на сегодняшний день Опять же Смотрите Если бы это Я уже давно Давно говорил Когда Меня спрашивают Почему ты продаешь Импортную технику Я когда говорю Достойные машины Которые Производятся В России Я буду продавать Российские машины На сегодняшний день Например погрузчиков Этих же телескопических Фронтальных Там С бортовым поворотом Маленьких Их практически Нет в России Нет аналогов Нет аналогов Да Не производят На них тоже Пошлино увеличиваться Да Там На Трактора Может быть Там На комбайны Есть Но опять же Мы тут видим Статистику Их недостаточное количество И может быть Кто-то желает И приобрести Ну это уже тут Такой вопрос Вот эти моменты Когда Кажется что Сельхоз производитель Уже На достойном уровне Вышел И опять вот эти изменения То валюта увеличивается Там Рубль дорожает Постоянно нужно В изменяющихся условиях Жить Да Мы со своей стороны Конечно На это Пытаемся Ну понятно Что там Идем на Какие-то дополнительные Или снижение стоимости Какие-то дополнительные условия Там Чтобы Более комфортное Приобретение было Да Это же сервисное обслуживание В Очень хороших условиях Да Своевременное причем Также Наши инженеры Они По Первому звонку Выезжает Это тоже плюс Какой-то Да Чтобы На месте разобраться Да На месте разобраться Да Помочь Обучение обязательно Проводим Вот сейчас у нас Буквально Сельхозакадемии Работа ведется Очень активно Вот сегодня Вчера Были ребята Студенты Сейчас они приходят В течение зимы Инженеры Будущие инженеры Прямо в мастерской Проходят практику Переодеваются Помогают нашим инженерам И вот уже Три года подряд Приходят ребята Которые летом И там На два На три месяца Работают Выезжают в хозяйство Изучают и технику И общение И коммуникацию И все прочее Да И остаются Кто-то на селе Вот один Товарищ Один инженер Остался у нас Работать Будучи на практике Перспективные специалисты И уже самостоятельно Работают Второй год Да Остается буквально У нас три минуты Я напоминаю Что мы беседуем С Сергеем Зыковым Руководителем Кировского филиала Компании Эконива техника Традиционно Слава богу Календарная зима Завершается И традиционно В начале весны Эконива техника Является Организатором Или соорганизатором Как правильно выразиться Я имею ввиду мероприятие Под названием Агромасленица В этом году Она запланирована На 12 марта Вот это видимо Я понимаю То место Где можно будет Поподробнее Познакомиться с вами С вашей техникой Действительно Мы являемся Организаторами Агромаслениц Именно мы проводим Уже традиционно Уже это будет Третий год подряд Агромасленицу Будем проводить В прошлом году Приурочили еще К 15-летию Нашей компании На Кировской земле Это скажем Да Очень большой Было мероприятие В этом году Не меньше Будет Очень много Будет техники Там порядка 10 тракторов Там погрузчики Прицепные машины То есть Помимо техники Другие мероприятия Готовятся Семинары Общение С поставщиками Из заводов То есть Ну и понятно По традиции Это будет Масленичное гуляние Почему Мы подумали так Что как раз Вот это Масленица Объединение Круг Это ключевое Событие Да И что мы Готовимся Непосредственно Уже Последние Тут остаются Пару месяцев Чтобы выйти В посевную И обсудить все еще Какие вопросы Мы не решили Где Куда Надо будет Приходить Приезжать Агромасленица Агромасленица Как всегда Традиционно Проходит В нашем сервисном центре На объездной Киров На Авиаск Южный обход 13 километров Приглашаем всех Не только Сельхоз Старопроизводитель Но и Граждан города Будет Очень Я говорю Что Большое мероприятие Можно познакомиться И с техникой С оборудованием Со специалистами Покушать Блины Блины Очень вкусно Ну и Собственно Если выходить За рамки Этого мероприятия Туда же Я имею в виду По тому же адресу Южный обход 13 километров Можно обращаться В любое время Затем Чтобы получить Консультацию И ответы На все вопросы Да В принципе Мы работаем С 8 до 5 Это обязательно На месте А так У нас есть В принципе Сайт Эконива.ком Очень просто Запоминается И Все вопросы Все Какие-то Моменты Консультации И Помимо прочего Есть Вариант Что приглашается Частенько на работу Многие специалисты Вот Особенно Центральные регионы Вот Где работают Наши компании Пожалуйста Обращайтесь В любое время Мы всегда на связи А так Мы работаем Прочти круглосуточно Спасибо Успехов В работе Вам Да С достоинством Выдерживать Жаркую пору Сельхозработ Ну и Межсезонье Чтобы Действительно И были Клиенты И благополучно Вы с ними Разрешали все вопросы Сергей Языков Руководитель Кировского филиала Компании Эконива техника На этом завершается Наш разговор Всего доброго До свидания Спасибо До свидания Крупный план Продолжение следует Продолжение следует